Неожиданное решение Владимира Путина, которое поставило в ступор даже меня. На должность губернатора Омской области он назначил человека не из единой России. Александр Бурков, депутат Государственной Думы, фактически второй человек из партии Миронова, родом вообще с Урала, где в свое время отметился как оголтелый оппозиционер, постоянно воевал с действующей властью из партии реальных дел, само собой, и вдруг губернатор с высочайшего позволения самого, да где в отчине Газпром нефти? Слушайте, что-то такое непонятное затевается явно, ну будем посмотреть, ладно, начинаем. А на выборах в марте 2018 года отменят открепительные удостоверения. Об этом, впрочем, говорили уже давно, но официально объявили только сейчас. С одной стороны, это хорошо. Из-за дурацкой системы с этими удостоверениями огромное количество людей по всей стране оказывались выключенными из избирательного процесса. Речь идет в первую очередь о жителях небольших городов и поселков, которые в поисках работы в свое время покинули малую родину и уехали в мегаполисы. Для того, чтобы проголосовать, таким людям нужно было приехать по месту прописки, получить открепительные, затем с этой бумажкой сходить в тик по месту фактического проживания геморрой. Больше такого геморроя не будет, а с другой стороны, данный подход очень даже может сыграть на руку карусельщикам. Они и сегодня-то водят целые хороводы от участка к участку, а тут гуля и рванина. Впрочем, нет худа без добра, теперь-то, господа, нам точно лучше ходить на выборы, а не бойкотировать их, иначе окончательная стабильность нас ждет. Это реальная журналистика. Поехали! А с 9 октября на прилавках аптек и магазинов вновь появились фунфырики с боярышником. Это пойло снова в законе. Роспотребнадзор не стал продлевать срок действия запрета на отраву. Напомню, из продажи боярышник исчез год назад после скандала в Иркутске, где от употребления этой гадости погибло свыше 70 человек. Шуму было на всю страну. Ведомство госпожи Поповой тогда оперативно подсуетилось. В общем, запретили эти мерзавчики, но только на 9 месяцев и вот сроки вышли, и у алкашей праздник. Недаром ставший звездой в Рунете Синяк Беляш напрягался, записывая видеообращение к главе государства, его услышали. Я просто тебя прошу, родной, такая ситуация, у меня ни матери, ни отца никого нету, но есть у меня вот жена, звать ее Аня Казакова. Я вам хочу, прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Да, просто прошу тебя, родной, прошу тебя, прошу. Я даже могу покреститься, пожалуйста, пусть эти фунфырики обратно вернутся. Это люди, которые померли там, это они там померли от боярки, а не от этого видацепта. Я просто прошу тебя, если ты наш хороший справедитель, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. Ну вот как можно отказать такому избирателю? У человека крик души буквально, тем более, что вообще-то боярышник это лекарство якобы для сердечников, но тут, собственно, и видно, самый что ни на есть друг сердечный. Продолжаем. Хорошая новость. Себестоимость добычи нефти в России составляет, знаете сколько, их никогда не догадаетесь, внимание, 3-8 долларов за баррель. Об этом в начале октября проболтался замминистра энергетики страны Антон Инюцен. Вот так сюрприз, а нам постоянно называли другую цифру. Именно исходя из той и другой цифры рассчитываются налоги для нефтедобывающих предприятий. Исходя из нее же исчисляется стоимость бензина и многое другое, что за цифра спрашиваете, а вы послушайте. Давайте так, вот средняя себестоимость по добыче. Вот средняя себестоимость. А вот эксперты разную называют. Ох, как разную. Но только больше 20 долларов сегодня еще никто не назвал. Так тогда у нас сегодня вопрос, о чем идет спор. О том, каким образом обеспечить сверхприбыль компании или обеспечить рентабельность. И если рентабельность, то на каком уровне? Я думаю, что это очень важный вопрос, когда мы с вами будем говорить о пилотном проекте. Да нет, вопросы теперь другие возникают. А куда замыливались вот эти вот 12 нестыкуемых долларов? Возьмем по верхней планке долгие и долгие годы. В чьих карманах они оседали или на что полезное были потрачены? Нет, часть этих денег мы знаем, куда уходила. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании Роснефти 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании Газпром 2,2 миллиона в день. И с этим все ясно, а остальное-то бабло куда девалось, повторюсь, долгие годы, ведь это продолжается. Здорово сомневаюсь, что 10 лет назад себестоимость была выше. Тогда и оборудование посвежее было, и зарплаты у нефтяников пониже, да и тарифы на энергоресурсы были поскромнее, чего так в таком случае куда? Да, я вот не поленился, посчитал. Ежедневно в России добывается порядка 10 миллионов баррелей черного золота. Умножьте эту цифру на 12, верно? 12 миллионов долларов ежедневно становятся жертвами усушки, утруски, еще каких-то фокусов. А почему? А потому что широка страна моя родная. В последней части программы хотелось бы поднять вот какую тему. Многие мне пишут, что у тебя одна чернуха в выпусках, ну неужели великая и могучая отсутствует хоть сколько-нибудь значимые поводы для гордости, честно? Ну, наверное, есть такие, просто я об этом ничего не знаю. Наверняка есть какие-нибудь сумасшедшие изобретатели, которые, если их найти и поставить их изобретение на производственный конвейер, вернут нашей стране былую славу, как когда-то с космосом, авиацией. Другое дело, что не востребованы нынче в России специалисты и профессионалы, а уж тем более самородки. Согласитесь, наверняка у каждого из вас на работе есть некий коллега, который фонтанирует распредложениями в хорошем смысле, но его не то что слушать начальники не хотят, а даже гнобят, лишь бы не высовывался. Не так именно поэтому и нет у нас никаких достижений теперь. То есть, рассказывать мне особо нечем, впрочем, кино вам одно все-таки хочу показать. Ну, так, чтобы повеселить под конец, речь, конечно же, об отечественном автопроме. Герой этого материала познакомит вас с руководством по эксплуатации автомобиля «Лада Калина». Это реальное руководство по эксплуатации, которое прилагается к автомобилю. На заводе изготовители наслаждайтесь. Отправляюсь в дальний путь дополнительно. Захватите следующий, бля. Сука. Дополнительный набор инструментов. Большой молоток. Отвертки с плоскими и крестообразными лезвиями трех размеров. Малые, средние, большие. Зубило. Набор головок. Там с 8 по 32, бля, с удлинителями, 15, блядь. Я, бля, и ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15 на 20. Кернер какой-то, я, бля, и что? Ножовка по металу, бля. Напильник с насечкой среднего размера. Дополнительная монтажная лопатка. Молоток, а, моток в вяз... вязальный проволок, бля. Кусок плотного картона для изготовления прокладок, бля. Это мы в дальнюю дорогу, бля, собираемся на ладе коленей, бля. Несколько витовых хомутов разного диаметра. Кусок наглядственного полотна, бля. Это хуйня, бля. Теперь, бля, бля. Необязательно забудьте. Шланг для переливания бензина. Аааа, с**ка. Вот и всё, ребята, наша программа, к счастью, подошла к концу. На этой оптимистичной ноте буду закругляться. Потому что добавить мне уже просто нечего. Потеряюсь я на фоне вот этого вот замечательного крайнего эпизода. А вообще, ну, радует меня, например, вот, что, невзирая на все невзгоды и трудности наших соотечественников, не покидают чувство юмора. Значит, ещё не всё потеряно. Ладно. Это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на неё прямо надо мной. И весёлого гораздо больше. Заходите, не пожалеете. Не забудьте подписаться на канал. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. В друзья добавляйтесь. Темы предлагайте, мало кидайте. Под ними мы обсудим. Ну и засим спешу откланяться. Всё, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok